Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. Сегодня встречается Анжи с ЦСКА. Мяч у защитника он сыграл надежно. Это может быть опасно. Он бьет, блокирует защиту, удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Мяч у соперника. Тут может что-то получиться. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Ахмед Муса. Натхо. Это может быть опасно. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Это может быть опасная атака. Нужно забивать и выходить вперед. Вагнер Лав. Классный отбор. Можно играть. Отличный отбор. Но кому-то останется мяч. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Будет штрафной. Кенич лет 20 назад с таких забивал. Это предупреждение. Вратарь ведет мяч в игру. Покажет нам свой могучий удар. Кеник Були. Кеник Були. Посмотрим за этой атакой. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Он просто не заметил оппонента. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Первый тайм завершается. Головцы СК мы пока не увидели. Но так нельзя играть в обороне. Хорен Баграмян. Атакующая комбинация ЦСКА. А сейчас вперед можно выйти. Вратарь спасает. Но эпизод еще не окончен. Две минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Итак, первый... Итак, второй тайм у нас начинается. И будем надеяться, что он окажется повеселее первого. Сейчас посмотрим, как там тренеры. Поменяли в игре что-то или решили, что вот так вот до конца матча и будут команды перетягивать канат. Пока неплохо. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Миранчук. Вагнер лав. Этот гол выводит их вперед в сегодняшнем матче. Замечательно он оценил позицию голкипера и здорово исполнил в правый угол. Наконец-то счет открыт. А то в первом тайме мы немного заскучали. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Армейцы атакуют. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Армейцы в атаке. Пас в штрафную. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Отлично сыграл. Это явный фолк. Посмотрим, какое решение примет судья. Видит судья или не видит, но стенка двигается. Вратарь на месте. Мяч уходит на угловой. ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Это пенальти. Удар и вратарь. Красавец. Потрясающая игра голкипера. Марио Фернандес. Очень неточный удар. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. И это может быть опасно. Надо забивать и сравнивать счет. Они зарабатывают право на угловой. Хороший шанс, чтобы восстановить равновесие в счете. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Защитник прерывает эту верховую передачу. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Ахмед Мусан. Это может быть опасно. Нарушение безусловно было. И что решит орбитер? Не хватило буквально совсем немного. Ну, неудивительно с такого расстояния. Да, вот на тренировках такие наверняка часто забивает. До конца игры 7 минут. Тошич. Алексей Ионов. И в зону атаки мяч переходит. Отличный кросс. Защитник прекрасно обороняется. Не позволяет пройти навес. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Мяч брошен. Без малейшего балла. Судья добавляет 3 минуты. Ну что, последний шанс отыграться. Бас с фланга. Последняя минута второго тайма. Ну вот и прозвучал философ. Флору. Продолжение следует...